Игорь Григоренко Один из лучших нападающих одной из самых сильных хоккейных команд континента В 18 лет он уже играл за молодежную сборную страны, а в 19 стал ее главной хоккейной надеждой В 20 страшная автомобильная авария чуть не поставила крест на карьере молодого спортсмена Тогда он 13 дней находился в коме и вернулся буквально с того света Терял кучу здоровья, кучу времени и то, что он вернулся на такой высокий уровень, это дополнительное восхищение вызывает А вот здесь хватило всего Игорь Григоренко переиграл Владислава Подъебольского Праздник на трибунах Игорь родился в Тольятти, там же в 6 лет начал заниматься хоккеем Ну хоккей там раньше, я ленивый был, лентяй, даже первый тренер так называл Только много позже Игорь понял, что свяжет свою жизнь только с хоккеем Главную роль в его хоккейной судьбе сыграли родители Я такой лентяй был в детстве, папа там с третьей смены приходит, мы спим с мамой Мама у меня будет сначала, мама, мне охота, ну спи, спи, папа приходит И мне и маме вылетала такая, я привык, что тебе быстро уже одевайся и давай собирайся и бегом на тренировку То есть это огромное спасибо папе, что он меня толкнул на хоккей Не толкнул, а подтолкнул, пендалью дал Такого, что до сих пор играю в хоккей Какой труд они отдали, чтобы я начал играть в хоккей Ложусь спать, они с мамой садятся, зашивают теперь эти перчатки Я просыпаюсь, они только вот заканчивают, делают после Мне отдают единую тренировку Я только устал, а они все ночью не спали Игорь Григоренко со мной прошел от юношеской сборной до национальной Всегда был лидером, но не всегда был капитаном Вот сейчас ему доверили капитанскую повестку Возмужал, повзрослел, умудренный опытом Нарды подарили мне В свободное время, до тренировки, после тренировки Нарды играем, разговариваем, беседим И ставки играем Григоренко, он на самом деле мастерюга Вот ССК, когда он играл Он единственный, кто мог на равных просто ругаться с Родолову Потому что он мог огрызнуться, мог сказать Пошел ты Вау! Григоренко! Бойный! Вот это битва! И самое главное, что с Лисовицкой кезды, которые не были замечены в том, что они любят похулиганить Вот это градус борьбы! Вот здесь мы занимаемся, наш тренажерный зал, в который я не люблю ходить В мае 2015 года Игорь Григоренко стал капитаном команды «Салават Юлаев» Ребята выбрали его В принципе, насколько я понимаю, тренеры тоже очень довольны этим выбором, но предоставили ребятам возможность Команда – это команда Все вместе – это один кулак И, соответственно, они выбирают капитана и все вместе идем И было, конечно, неожиданно, что меня выбрали Не просто быть капитаном, потому что, соответственно, сыграла команда плохо Ты, может, вызывая тебя тренера, ты можешь тебе сказать, собери команду или еще что-то сделаешь Такие, да, поэтому выслушиваешь, берешь весь удар на себя, чтобы потом донести до команды Что, ребят, давайте следующую игру такого, чтобы не было Потом опять я не выслушивал это Игорь-то, он такой… Сам по себе человек очень дисциплинированный, неконфликтный, поэтому с ним, мне кажется, всем легко Он, может быть, много не кричит, не шумит, не размахивает руками, но… Говорит немного, но очень доходчивый, и ребята прислушиваются к его мнению Приходится, бывает, и кричать там, да, ну, это все, это команды Каждый игрок может сказать свое мнение про раздевалки Приходится, бывает, есть такие моменты Что происходит у нас в раздевалке – это большие секреты На льду Григоренко – безусловный лидер и звезда По итогам регулярного сезона он стал вторым бомбардиром Салавата Юлаева В первую очередь еще и высококлассный хоккеист, потому что мы видели по статистике, да и просто по игре, по результатам, что… Первая тройка нападения Салавата Юлаева в этом сезоне была на ведущих ролях не только в команде, но и в лиге Очень хорошо играет на пятаке, голевое чутье, бойцовские качества, то есть, может быть, у него сейчас скоростные качества не такие, как в молодости, но он это компенсирует другими вещами Хватает умы, и вполне возможно будет подготовка, конечно, надо защищать его ротаря, нет, будет Григоренко удален Капитан Салавата Юлаева – игрок заводной и эмоциональный, и нередко проводит время на скамейке штрафников и даже пропускает матчи из-за дисквалификаций Что касается меня, они все выписываются после игры, не во время игры, а все после игры выписываются, и мне это непонятно, вот даже Владимиру Анатольевичу Плющу надо это передать, как можно выписывать после игры и потом это оставлять Голы не отменяют же после, если судья не ошибся, а тут выписывают игрокам, вот Так давайте голы тогда отменять и игры переносить, будем переигрывать У меня только такие вот, всегда 5 плюс 20, это выносится на следующий день Семин и Григоренко, штрафных боксов За, например, даже поведение после игры, судья вправе, если после игры игроки начинают высказывать ему какие-то там претензии или некорректные какие-то слова, он в протокол может внести Но капитаны, которые эмоционально очень выступают, это редкость в принципе Потом это же зависит от характера, сдерживать себя надо обязательно Очень скромный в жизни Игорь Григоренко, один из немногих игроков в стране, кто обладает огромным авторитетом в хоккейном мире Во-первых, хоккейный мир не такой большой, это раз, а во-вторых, там не так много авторитетных людей, которые в любой ситуации могут подъехать и, так выражение, разрулить ситуацию То, что в этом плей-офф мы знаем, он играл с травмой руки и то, что он не остался где-то лечиться, а выходил, продолжал играть, продолжал биться до последнего, я думаю, прекрасно характеризует его То, что он вышел с Магнитогорском играть практически с одной рукой и, мало того, гол даже забил Скажем, мы боремся за такой, ну, за хубок, да, и травма, да, травма там травмой, но сделал укол, я думаю, что я должен выходить Это такой очень сильный шаг в плане воодушевления ребят Несмотря на огромный опыт и бойцовские качества, капитан Салавата Юлаева волнуется перед каждым матчем Волнение, честно сказать, присутствует, хотя уже в таком возрасте должно, ну, это бывает Бать выходит, выходит, выходит перед игрой, там гимн играет, мурашки, ну, переживает что-то Ну, пару смен сыграл и все, никакого волнения Несмотря на то, что свободного времени у капитана Салавата Юлаева практически нет, с семьей он старается не расставаться Что мама, что жена с детьми, это реально мой тыл, который даже я хоккей оставлю ради семьи, детей, семью и мамы Это на первом месте семья Игорь звонит маме по нескольку раз в день Когда он играет, мама самый яростный болельщик Я разговариваю с мамой, там, после игры, она, где я уже раз пять переключал, туда-обратно забегал Перед игрой все, после игры всегда созваниваемся, и она, она переживает, она постоянно ничего не... Перед игрой только не дерись там, или еще что-то, такие моменты там После игры спрашивают, ничего там, не ударили себя, я думаю, вообще хорошо Есть у Игоря Григоренко и увлечение, которое становится любимым делом Уже второй год он организовывает летний хоккейный лагерь для детей Игроки ХКХЛ, чтобы провели время с детишками и показали им, как они начинали с низов, да, поднимались Там не родители никто, а как вот мы росли, что мы делали, и показать там и хоккейную сторону, да, свою отдать Что нам передали взрослые, мы передать им В том году проводили лагерь, и мальчиновые ребята приезжали, и из Уфы, и из Москвы И мальчишки смотрели на нас, и видишь, какие у них глаза Этот игровой сезон капитан Салавата Юлаева закончил без Кубка Гагарина, но с медалью за третье место Из всей лиги мы третье место забывали, я думаю, это хороший результат Я этим сезоном горжусь, и командой, и вообще в целом Устремленный гол! Григоренко забивает, и кто его не кормит, дай забит, такой он острый нападающий Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!